По мнению Яны Лапиной, у дерева есть душа, и при создании скульптуры оно выбирает себя. Девушка успела попробовать себя и в спорте, и в изобразительном искусстве, но три года назад четко осознала, к чему лежит ее сердце. Для жительницы Одессы резьба – смысл жизни, и упустить возможность стать участницей уникального бавруйского конкурса она просто не могла. Мне хотелось посмотреть Беларусь, я здесь первый раз. Мне нравятся леса, мне нравится природа вашей полосы, в принципе. Хотелось отдохнуть, посмотреть, набраться опыта, поработать с дубом, которого у нас мало, и редко попадает возможность вообще с ним поработать. Конкурс резьбы по дереву проходит в Бавруйском районе уже в третий раз. География участников – Беларусь, Венгрия, Азербайджан, Россия и Украина. Всего 29 мастеров на протяжении 8 дней режут и строгают. Главный материал – долговечный дуб. Место дислокации – база отдыха вербки. Конечно, это соревнование. Но кроме жюри, любоваться произведениями искусства могут все гости. Предусмотрены в номинациях все денежные призы. Соответственно, очень много приглашенных гостей, которые от организации тоже, возможно, будут вручать свои какие-то памятные подарки. Организаторами конкурса выступили концерн Беллес Бумпром, Республиканский профсоюз работников леса и природопользования, Бавруйский городской исполнительный комитет и ООО «Фандок». Тут собраны художники, которые очень честны к себе. Вы знаете, когда смотришь детский рисунок, ты видишь такой небольшой наив, да, и честность. И тут присутствует такая честность, тут не все профессионалы, да, то есть где-то есть любители, да, и вот это присутствует. Но у всех есть любовь. И искреннее искусство, я считаю, самое честное, самое правильное. Главная тема нынешнего форума – Купальская ночь. Каждый ее видит по-своему. Одни через славянскую мифологию, другие – в народных традициях. Также большой плюс Пленера – это возможность новичкам поработать рядом с профессионалами, набраться опыта и найти новые витки и взгляды для своих работ. Эта фигура – айс свинком из васильков, символ Белоруссии. Над ней автор трудился шесть дней и ночей. Настоящее произведение искусства получил с помощью лобзика и резца по дереву. Конкурс начался 2 июля. Дни пролетели незаметно. Пятница – время подводить итоги. Победителей и призеров награждают в двух номинациях – садово-парковая скульптура или скамейка и художественная резьба. Третий уже наш пленэр, и мы каждый раз понимаем, что есть к чему стремиться. Важно, мы видим результат вашей работы. И уверен, что именно ваши работы, они найдут воплощение именно этой красоты в нашем городе, а может быть где-то у кого-то в каких-то офисах, кабинетах. И мы будем понимать, что это работа тех людей, которые вложили в эти работы свою душу. Выбрали своего фаворита и зрители с помощью голосования. Каждому гостю выдавали жетон. Его отдавали за ту работу, которая вызвала наибольший интерес. Стоит отметить, скульптуры мастеров никуда не пропадут. Их труд не останется незамеченным. Все произведения украсят парки и скверы белорусских городов. Карина Гуревич, Максим Галеонко. Итоги недели.